В рамках акции «Здоровье» в Славянске-на-Кубани прошли рейды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет. А в школах были проведены уроки, посвященные здоровому образу жизни. На одном из таких уроков в лицее номер 4 побывали и наши корреспонденты. Спайс. Смерть в разноцветных пакетиках. Об отраве под названием «Спайс» мы узнали недавно. Курительные смеси появились всего несколько лет назад, но очень быстро завоевали наркорынок. А сегодня мир просто захлестнула волна отравлений и смертей. Да что там волна? Настоящая цунами. С показа этого антинаркотического видеоролика начался урок здоровья в лицее номер 4. Все люди разные, у каждого своя жизнь со своими интересами, проблемами, планами. Но всех объединяет одно общее желание. Каждый хочет быть счастливым, предпочитая при этом идти своим путем – проб и ошибок. И все-таки некоторые ошибки лучше не совершать. Слишком много горя способны они причинить. Проблема наркомании очень актуальна и очень важно не допустить ее дальнейшего распространения. Именно это и стало главной целью проведенного урока. Ребятам рассказали и показали вот те основные ориентиры, на которые им стоит нацеливаться в своей жизни, чтобы их жизнь сложилась успешно, удачно, чтобы они были здоровы и чтобы все у них действительно в жизни получилось. Потому что действительно самые главные компоненты здоровой и успешной жизни – это спорт, творчество и духовность. Во время урока школьникам рассказали о том, чем нужно заниматься и какой вести образ жизни, чтобы в будущем стать успешным человеком, добиться определенных высот в той или иной сфере. Для этого необходимо прилежно учиться и слушать своих родителей, учителей, равняться на них, заниматься спортом, быть неравнодушным к тому, что происходит вокруг. Мы собрали будущее нашего волонтерского движения «Лицея номер 4». Это 8-й Б-класс, это самые наши верные помощники, участники всех акций. Среди них нет ни одного ребенка, который когда-либо состоял бы на профилактическом учете любого уровня. Но это те дети, которым не все равно, что происходит в нашей стране, то, что происходит в нашей школе. И я думаю, что именно они станут продолжателями идеи нашего волонтерского движения и понесут эти идеи здорового образа жизни в массы. Когда это идет, исходит от самого ребенка, дети понимают это все гораздо лучше, чем если бы мы читали им постоянно свои нотации. Поэтому вот такой вот живой диалог поколений, он свойственен для волонтерского движения, для профилактической работы в нашем лицее. Урок прошел в дружеской атмосфере. Школьники активно подключались к беседе, задавали интересующие их вопросы о пагубности вредных привычек. В завершении урока ребята выявили свою формулу здорового образа жизни, главные составляющие которой – спорт, творчество и духовность. Я выяснила, что спорт – это залог хорошего образа жизни, и также это духовность, ну, воплощение каких-то меч в реальность. Это также может быть поддержка семьи, поддержка друзей, общение с друзьями. Занимаюсь спортом, играю на гитаре, но это как бы мне помогает расслабиться иногда. В принципе, алкоголь – это ясно, что это плохая вещь, особенно действует плохо на мозг. Никотин, наркотики и тому подобное – это тоже очень плохо для здоровья и пагубно влияет на самооценку. Урок здоровья прошёл и в школе номер 6 города Славенска-на-Кубани, где ученики узнали о важности ведения здорового образа жизни, почему так важно правильно питаться, заниматься спортом и никогда не употреблять вредные для нашего организма вещества. В рамках акции «Здоровье управлением по делам молодёжи» для студентов Славенского сельскохозяйственного техникума был организован вредпарад. Молодёжь поучаствует в нескольких номинациях, целью которой будет как раз раскрытие вредных и пагубных привычек, наркомании, алкоголизма, как раз в преддверии летних каникул и показаний молодёжи вреда, который оказывается на их организме. На специальной игровой станции «Бросай курить» студентам предлагали выбросить пачку сигарет в мусорное ведро, раз и навсегда отказавшись от этой пагубной привычки, а взамен получить конфеты. На других станциях все участники разрывали сигареты на мелкие кусочки, забивали гвоздь в большую деревянную сигарету. Отказаться от вредных привычек, курения, алкоголизма и наркомании и выбрать здоровый образ жизни – вот главная цель проведённой акции «Здоровье», в том числе и вредпарада. Надежда Неткочева, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».